Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Сегодня мы поговорим про биржу DUDEX и их уникальнейший риск-менеджер, который они ввели. Ну, значит, ссылка на биржу в описании, по ней дополнительный бонус, и до конца марта вы получите X2 на депозит. Что тут значит такого? Во-первых, они ввели русский язык, если кому не понятно, вот, переключайте здесь на русский, и все кнопочки становятся тоже, вот, покупка long, продажа short, limit, market, там понятно, книга ордеров. Мне просто так не очень удобно, мне как-то привычнее English. Ну, кнопки все находятся в тех же местах, означают то же самое, так что вам будет понятно. Вот, теперь, значит, касательно риск-менеджера. Обзор на биржу я уже делал, сейчас он появится сверху. Тогда еще риск-менеджера не было, но можно было вот лимитками и рыночными входить-выходить и кондишеналами ставить стопы. А сейчас появился риск-менеджер, что он дает? Вот, он пишет, что позволяет только в плече от 1 до 25. У меня стоит кросс, поэтому он не хочет работать. Ну, давайте поставим 25, хотя это очень большое плечо. Еще раз, дисклеймер, как бы, если вы новичок, вообще не советую вам в это лезть, но если вы только хотите начинающий трейдер что-то там пробовать, то используйте третье, пятое плечо. Как бы десятое, это уже очень опасно. 25 мы просто сейчас нажимаем, чтобы увидеть максимальные возможности, которые он нам даст. Вот, значит, что дает риск-менеджер? Он дает выставить take profit, stop loss и общее количество контрактов. Все это, видите, сейчас в процентах риска. То есть, давайте посмотрим, допустим, вот эту, если мы дернем на максимум, он нам даст максимум 10 процентов риска от депозита. И даже не дает, видите, 10, загорается здесь аксцентный знак, дает 9,9 поставить. И, соответственно, вот мы выбираем размер стоп-лосса, и когда мы двигаем размер стоп-лосса, обратите внимание, двигается опять значение внизу, потому что чем больше стоп-лосс, чем больше мы хотим потерять, тем больше нас к риск-менеджер начинает резать количеством контрактов, чтобы мы не потеряли все или много. Вот, когда ты двигаешь take profit, вот этого не происходит. Когда двигаешь take profit, двигается только награда внизу, вот, видите. Сейчас у нас получается, грубо говоря, соотношение 0.24, то есть риск 20 долларов, а награда 80 долларов потенциальная. Это при таком раскладе, что стоп-лосс у нас на 9.072, а take profit на 9.436. Вот. Ну, как-то так вот этот калькулятор работает. В принципе, можно еще не процентами, а ценой вот здесь вот прям управлять, как по олдскулу. И manual ставить количество контрактов. Допустим, 5000 контрактов вы хотите, и стоп-лосс там на 9.50 условно, и take там на 9.500 условно. Вот у вас и получается, что 5000 контрактов, стоить вам будет 2 миллиона 200 тысяч сатоши. Риск 50 долларов, а награда 189 долларов. Ну, вот как-то так это работает. Соответственно, если вы в short хотите продать, вы наоборот ставите sell. Продать он не дает. Такое количество контрактов, видите? Давайте вернемся в риск. Посмотрим, сколько он дает продать. Вот. Выставляем опять ему stop, take. Соответственно, если в short мы ставим на понижение, да? Скажем, у нас тогда стоп будет где-нибудь на 9.200 условно говоря. Но мы сейчас не будем вставать в trade. Я просто вам показываю функционал. А trade я уже снял заранее. Сейчас я их покажу вам после этого. Вот. Соответственно, если мы так поставим стоп на 9.200, а take куда-нибудь, например, на 8.800, то ставка на падение у нас, соответственно, также отыграет. Ну, даже вот на 9.240 мы поставим. Видите, он нам дает всего 2000 контрактов поставить почему-то. Можно попробовать вбить ему 20%. Вот. Он тоже дает. Или 25%. 25% дает еще. Ну, вот можно проверять, докуда он дает. Вот. Видите, уже 26,5% он не дает. Типа риск высокий. Короче, этот риск менеджер сам зарезает наши риски. В принципе, удобная штука. Особенно для тех, кто еще не умеет сам их рассчитывать и там для азартных чуваков. То есть биржа не даст вам все слить сразу. Вот. Ну, и, к примеру, да, если вы хотите в шорт, то вот у вас стоп. Take у вас на, скажем, на 8.800. Ну-ка, take не двигает, да, вот эту цифру. А эту цифру двигает стоп. Видите? Если вы двигаете стоп, то количество контрактов тоже меняется. Ну, и вот, грубо говоря, вот так это работает. Нажимаете ордер, он сразу отрабатывает. И понеслась. Ну, как бы, это риск менеджер. Сейчас я покажу, как с ним выглядит сделка. Вот. Давайте отмотаем назад во времени и посмотрим. Ну, вот мы сейчас будем открывать позицию по 9.300 с небольшим в лонг. Что мы делаем? Вот мы выставляем цену. 9.316. Выставляем take. Примерный 9.576. И стоп-лосс 9.247. Примерный. Но мы потом их можем двигать еще. Вот. Смотрим, что получается. 19% от депозита на риск. Итого 6.900 контрактов. Стоит нам 3 миллиона сатоши. Риск 51 доллар. Награда 190 долларов. В принципе, нормальное соотношение. Пробуем откупить дно. Узнаем, было ли это оно. И понеслась. Все. Вот мы вошли в рынок. Вот он купил нам сразу. Вот мы видим нереализованный PNL свой. Вот наш take profit. Вот наш стоп-лосс в свою сторону. Да. И вот наши стопики. По вкладке Positions наша позиция, соответственно. Цена входа, цена ликвидации, цена стопов. Вот они. И вот они во вкладке Conditional наши стопики. Здесь можно их двигать. Вот мы, допустим, берем сейчас стопик наш. И двигаем с 9.258. Ну, например, на 9.280. Повыше его поднимаем. Confirm нажимаем. И вуаля. Видите, вот он прямо к тени свечи вот этой последней. За локальное дно. Вот. Смотрим позицию. Но пока у нас небольшой убыток. Плюс там комиссия за трейд. Вот видите оно. Комиссия за трейд 5 долларов. Релиз PNL справа серенькая. И анрелиз PNL тоже примерно 4 доллара. Это еще нереализованный наш profit loss. То есть, грубо говоря, чтобы выйти в безубыток, нам надо сначала, чтобы зелененькое было 5 долларов. Так же, как вот серенькое справа. То есть, PNL. Ну, понимаете, да? 5 долларов комиссию за трейд нужно перекрыть. Вот. Ну и смотрим дальше, что происходит со сделкой. Вот мы тут двигаем наши стопики. Что мы еще с ней делаем? Давайте посмотрим. Да, вот мы тут двигаем наши стопики. Допустим, вот мы стоп сейчас передвинем. Вот сюда. Туда. Ну, тут уже дальше начинается магия. Тут дело техники каждого. Здесь я немножко ускорю. Чтобы вас не грузить. Потому что этот трейд длился полчаса. Вот и тут двигаю стопики, двигаю тейки. Вот он вроде как пошел зеленеть, видите? Вот пошел у нас даже профит некий. Я подвинул стоп вплотную, чтобы снизить риски. Опять же, я это делаю после, потому что, когда вы на риск-менеджере планируете сделку, как вы видели, там меняется сумма контрактов. Поэтому проще потом подвигать стоп ближе, если вам надо, или дальше. Вот. И смотрим, что дальше происходило. Вот я тут двигал стоп, тейк тоже пониже перевел. Но суть в том, что этот трейд с риск-менеджером не доходит до тейка, как мы видим, и начинает опускаться обратно к линии входа, в небольшой минус. И в итоге этот трейд закрывается по стопу с небольшим убытком. Вот мы видим здесь у нас трейдинг фи, обратите внимание. Итого трейдинг фи у нас составил где-то 100 тысяч сатоши, 110 тысяч сатоши. Видите, он двойной. Короче, за вход 55 тысяч сатоши и за выход 55 тысяч сатоши. Но иногда фандинг позитивный, если вы шортите, например, сейчас. Вот. И профит-лосс, соответственно, лосс составил еще 100 тысяч сатоши. Итого мы с этим стопом потеряли 200 тысяч сатоши. Вот. И идем дальше. Дальше что происходит? Дальше я решаю, что неудобно с этим риск-менеджером. Точнее, не успеваю просто, когда нужно быстро впрыгнуть в сделку. Дальше я вижу сделку. Смотрите, нас аккурат закрыло стопиком. Сходило еще ниже. И тренд разворачивается локальный. Вот мы видим тут, что все пошло наверх. И понимаем, что мы не успеем сейчас настроить риск-менеджер. Мы просто берем и по лимиту впрыгиваем. Можно даже по рынку, по маркету. Я впрыгиваю по лимитнику. Вот. Ставлю цену 9376. И говорю, окей, погнали. И вот я захожу в сделку. Зашел в сделку просто по лимитнику. Без стопов. Видите? Дальше что я делаю? Дальше, по идее, я иду во вкладку кондишенал. Вот. Видите? И вручную выставляю там стопики. Понимаете, да? Когда не успеваю... Просто иначе я бы пока их выставлял стопы, цена бы уже вышла еще выше. А так я успел впрыгнуть в ракету. И потом уже выставляю стопики спокойно. Вот я ставлю на 9380. Триггер. И закрыть 10 тысяч контракт. 9395. Вот цена пошла наверх. Видите? Я ставлю стоп без убыток. 9394. 9396. 9390, допустим. Ставим стоп без убыток. Даже 9395 ставим. Конкретный без убыток с комиссиями. Все. Стоп без убытки. Вот мы видим нереализованную прибыль. 300 тысяч сатоши. 350. Ну, минус 70 тысяч сатоши комиссии. В общем, 200 с чем-то. И вот мы тут уже дальше двигаем стоп в вкладке conditional. Ставим 9405. Все. Мы в без убытке. Спокойненько сидим. Смотрим нашу позицию. Что с ней происходит. Все. Вот стоп выбило. Выбило наш стоп. Итого мы имеем очередные трейдинг фи. Смотрите, 70 и 70. Это потому, что больше сумма контрактов была. 140 тысяч сатоши. И profit loss 238 тысяч сатоши мы имеем. Получается. Короче, итого у нас баланс уже больше на 100 тысяч сатоши. Вот. Таким образом мы отыграли предыдущий стоп. Теперь мы готовы к следующей сделке, которую мы осуществляем таким же образом. По 9.380 мы впрыгиваем по рынку и выставляем таким же образом стоп на 9.361. Вот у нас стоит стоп. Позиция идет в нашу сторону. Вот мы подвинули стоп на 9.357 на всякий случай, чтобы его не задело. Вот мы уже двигаем стоп ближе к безубытку. 9.370. Смотрим, как ведет себя позиция. Ну, в общем, дальше мы следим за позицией. Двигаем стоп, как нам комфортно. И вот у нас позиция пошла, пошла, пошла в нашу сторону. Стоп мы перевели в безубыток. Да. И вот мы видим нереализованный профит опять 380 тысяч сатоши. Стоп двигаем в конкретный безубыток. Нереализованный профит уже 430 тысяч сатоши. Стоп у нас конкретно в безубытке по 9.500. Ой, какой 9.500. По 9.411 уже у нас стоп безубытки. И... И, и, и... 9.417. Вот мы вплотную двигаем стоп. И сейчас его выбьет. И вуаля. Все. Стоп наш закрыл. Ну и позиция у нас в плюсе закрыта. Итого. ПНЛ составил у нас 400 тысяч сатоши. Ну, за вычетом опять же 150 тысяч сатоши. Комиссии за вход и за выход из сделки. Соответственно. Но вот наш баланс уже больше еще на 200 тысяч сатоши. Вот. Как-то так работает, ребята. Но это уже без риск-менеджера. То есть тут я риск-менеджмент вручную делаю. Как вы видите, я встаю большим количеством контрактов, чем он мне дает. И стопы выставляю вручную. Вот. Как бы реально... Реально. Если вы только начинаете, лучше пользуйтесь риск-менеджментом. Потихонечку. Пускай он вам меньше дает поставить. Но он, с другой стороны, и меньше вам даст проиграть. Вот. А так, что еще могу добавить? Что отличительная особенность этой биржи, что здесь три раза в день вывод, как на Байбит. Короче, по Москве в 11 утра, в 7 вечера и в 3 часа ночи. Ну, короче. Но суть в другом. Что здесь вывод. Биржа не берет вообще комиссии за вывод. То есть вывод стоит 10 тысяч сатоши, только майнерам вы платите. Минимальный вывод 100 тысяч сатоши. И вы платите всего 10 тысяч сатоши. И вывод фактически бесплатный. Вот. Ну, а так, что? Смотрите сами. Биржа неплохая. Собираются еще добавить вскоре другие торговые пары. Включая эфир, лайток там и прочее, прочее. Вот. И да, пользуйтесь реферальной ссылкой по ней, потому что дополнительные бонусы до конца марта. Если вы внесете 0.1 BTC, вы получите 50 долларов на депозит, не считая 10 welcome, которые за ретвит они дают. Если вы внесете 0.2 BTC, вы получите 100 долларов на депозит. Так что вот, пробуйте аккуратненько, опять же, с риск менеджментом, только если вы понимаете, что делаете. Потому что мне совершенно не хочется, чтобы вы потеряли деньги. с большим плечом по моей ссылке. И, как бы, я заинтересован в том, чтобы вы не теряли деньги, а зарабатывали постоянно. Потому что я буду иметь небольшую комиссию с ваших трейдов. Если вы поддержите меня, и пройдете по партнерским ссылкам в описании. Вот, все. Биржа Дудекс, все замечательно. Продолжаем с ней работать. Удачи вам в трейдах. Как-то так. Все рассказал. Пока. Всем профит. На связи. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok